Всем привет! И сегодня я хотел бы ответить на очень частый вопрос Это можно ли вообще начинать учиться играть на гитаре в достаточно взрослом возрасте? То есть очень много людей этим вопросом интересуется Я думаю, что все знают, что у меня аудитория канала в основном это люди 25 и старше Но это в принципе легко проверить по любой статистике, допустим, вот То есть, как видите, у меня школьников практически нету И то же самое случилось с учениками, то есть у меня учеников молодого возраста, когда 16-17 лет Наверное, человек 4-5 То есть вся основная масса, естественно, это люди, которым за 30, и бывает даже глубоко за 30, и бывает даже за 40 И опять же, много людей, естественно, приходит с полного нуля И здесь, естественно, ситуация такая То есть никаких абсолютно ступоров, каких-то медицинских, мне неизвестно Типа, что человеку там стукнул 30 лет, и у него там стал дряблый указательный палец, который не способен больше глушить струны Или, допустим, там стукнул 35, все, и запястье считается пожилой дряблой рассохшейся, которая не может мочить рифики и так далее Мне такие вещи неизвестны, я с таким ни разу в жизни не сталкивался То есть все у людей прекрасно работает, но есть определенные трудности, конечно Сейчас немножко подробнее о них расскажу Трудность номер один – это, конечно, нехватка времени То есть когда человек улет 40, у него несколько детей, какие-то загородные дома, бесконечные работы, начальники и так далее Естественно, трудно бывает даже там час выделить в день Поэтому, естественно, это замедляет прогресс Но если человек может там собраться, сконцентрироваться и сделать все с умом То даже за час в день двигаться вполне можно А вот главной трудностью, на мой взгляд, является излишняя самоуверенность То есть что я имею в виду? Допустим, опять же, человек добился многих вещей в жизни, сделал хорошую карьеру Уважение коллег, все дела Но с гитарой, например, не сделал ничего Естественно, я привык к таким вещам, что захотел какое-то дело сделать Там машину купить дорогую Пошел, купил, взял, поехал на ней Все здорово, дело сделано То же самое с гитарой, кажется Вот сейчас я куплю и там табу скачаю и заиграю Естественно, он так не работает И это начинает часто в обучении мешать Простейший пример Допустим, я показываю на каком-нибудь уроке Какой-нибудь рисунок, ну пусть будет там Я думаю, что все знают, что для меня важнее всего, опять же, именно построить нормальный фундамент То есть я никогда не начинаю первый урок Там, давай сейчас соличок разберем по табам Это ужасное дно То есть, естественно, нужно, чтобы человек был фундамент То есть весь моторный двигательный аппарат Ручной он нормально работал Чтобы получался нормальный звук И, естественно, часто люди говорят, типа О, это я сейчас смогу, это я понял Как ты сыграл? Вот так, да? Ну, вроде так, да? То есть, естественно, вот эта вещь реально сильно мешает Потому что мне лично в таких ситуациях абсолютно нетрудно обнулиться То есть я буквально недавно учил испанский язык И, естественно, сдал его на профессиональное владение при посольстве То есть с полного нуля сам И никогда у меня не было такого ощущения Типа, сейчас я все разберусь Сейчас, что, что, непонятно, что ли? Естественно, просто сам простой Это признать, что сейчас полный ноль И начать полностью с нуля Поэтому, опять же, то же самое с гитарой Вот когда человек садится и говорит Слушай, я что-то ковырял, но давай реально с нуля Потому что я считаю, что просто не умею ничего Вот такой вариант, естественно, работает с таким человеком проще А когда начинается вот это Ага, сейчас Я Blackmore по молодости гонял И такие вещи Вот это, конечно, очень трудно Потому что человек не понимает Но он уверен, что он что-то играет А на самом деле это даже не ноль, это минус Потому что сначала придется вывести это на ноль А потом уже начать работать с нормальным звукоизлечением С нормальными атаками Синхронизациями и так далее Трудность номер три Это отсутствие концентрации и внимания Ну, в принципе, это, опять же, связано с трудностью номер один Потому что человек сел, там, час какую-то выделил Но ему прямо в мозг долбит Блин, дочь заболела Надо пойти в поликлинику врача вызвать А врач какой-то чахнул Надо в другую поликлинику уйти И, короче, масса каких-то проблем Которые начинают влиять на это Естественно, человек играет просто вот так вот В отключке Допустим, нужно сыграть какую-нибудь вертушку И он играет И реально даже не понимает, что там происходит просто полнейший ад Естественно, в таких ситуациях нужно полностью собраться Вплоть до такого, что сидеть там и смотреть Вот буквально В каждую струну Где там что колеблется, где не колеблется Следить за каждым шорохом Потому что, опять же, как я уже говорил не раз Меня не волнует сам факт того, что человек сыграл ноты Мне важно, как он их сыграет Поэтому, как говорят люди, типа, слушай, отдай там секретное упражнение на мизинец Такого упражнения нет То есть вы просто берете и делаете на примере там обычной трели С правильным действием И вот вам, пожалуйста, секретное упражнение То есть, опять же говорю, что Самое главное это как сделать Поэтому, если человек играет вот так вот Для меня это не играет То есть это просто Возюкает какой-то невнятный бред Который просто там запомнил место, где этот бред возюкать И все Но это, конечно, не играет Поэтому, если человек может реально собраться Суметь из головы все лишнее вытолкнуть И сесть и прям отдаться качеству каждой ноты Чтобы не было всяких Рассинхронов Свистов Всяких ненужных фажолетов И прочей ереси Тогда, естественно, никаких ограничений В плане возраста Хоть ему 70 лет, конечно, нет Ну, вот как-то так Поэтому, не важно, сколько человеку лет Если он может реально собраться, сконцентрироваться Умеет реально выбросить какие-то проблемы из головы И отдать прям хоть пусть там час в день Но реально отдать инструменту И он готов полностью обнулиться Признать, что он не может ничего Никакой там целичек Блэкмара Вообще ничего Вот тогда, естественно, обучение идет проще А так, опять же говорю Каких-то ограничений возрастных Что типа там старое запястье Такого я никогда не встречал Так что, как обычно Я вам сказал здесь правду игре на гитаре И правду об обучении этому процессу Потому что здесь у меня опыт гигантский Больше тысячи людей уже было И поэтому статистика огромная В общем, подписывайтесь на канал И всем удачи, скоро продолжим Пока